Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» готовы поделиться последними новостями. И сейчас коротко о событиях нашего региона. Полет на Марс планируем, а лифтовое оборудование отремонтировать не можем. В центре Рязани в жилом доме лифт с пассажирами сорвался вниз. Трагедия в фитнес-клубе. Мужчина, регулярно занимавшийся спортом, умер во время тренировки. Будущие мамы ознакомились с правилами поведения при поездках в автомобилях. Поводом для встречи с сотрудниками ГИБДД стал прошедший день матери. Уже год прошел с тех пор, как россиян потрясли трагедии, связанные с падением лифтов в жилых домах. Гибель людей привела к тому, что в регионах усилилась проверка лифтового оборудования. Но не везде это дало свои плоды. Минувшая суббота запомнилась одной рязанской семье надолго. Намерение прогуляться с семимесячным ребенком для его родителей и бабушки чуть было не обернулось трагедией. Лифт, в котором женщина с внуком на руках решила спуститься на первый этаж, рухнул. И люди оказались заложниками замкнутого пространства. Подробнее в следующем материале. Если перед вами стоит выбор подняться на свой этаж на лифте или пешком по лестнице, медики в один голос рекомендуют выбирать второе. Ведь это простейшее кардиоупражнение, которое не требует дополнительных временных затрат, а в условиях рязанских реалий еще и убережет вас от серьезных травм. Спиридоновы проживают на третьем этаже и, как правило, вместе с малышом спускаются по лестнице пешком. Но в этот раз Ольга Александровна села в лифт, а Дмитрий, ее сын, спускал коляску по лестнице. Встретиться через несколько мгновений внизу, как условились, не вышло. Зашла в лифт, нажала кнопку. Чуть лифт вроде поехал. Потом как ухнуло все. Хорошо я сгруппировалась и держала, прижала ребенка крепко-крепко. Хорошо встретила. И удар сильный. Мастер спорта по парашютным прыжкам Ольга Александровна автоматически сгруппировалась и прижала внука к себе, тем самым сохранив от травм. Сама женщина сильно ударилась головой, в результате чего, как выяснилось позже, получила сотрясение мозга. Но тогда она об этом совсем не думала. Головой, когда вот лифт это самое, я стукнулась, когда он приземлился, конечно, головой стукнулась. Ну вот и все. Наверное, когда они открыли лифт, я быстро бросила ребенка. Я очень боялась, что когда откроет лифт, он может куда-то двинуться. Телефона с собой не было, но сын быстро сориентировался, что с лифтом что-то произошло и мгновенно принял меры. Я не знаю, сколько в общей сложности я час сидела в лифте. Невестка говорит, вызывайте МЧС, потому что невозможно с ребенком сидеть в лифте 7 месяцев. Мне очень трудно его держать было. Я присесть с ним и ничего не могу. Тяжело. МЧС вызвали, они приехали моментально. Моментально приехали, начали какие-то работы, я не знаю, но лифт открыли они быстро. Причем возгласы лифтера, не ломайте лифт, не ломайте лифт, осторожно не ломайте лифт. Лифт служит уже более 30 лет, тогда как эксплуатировать его по регламенту можно не более 25 лет. У меня несколько вопросов к службам, которые должны проводить регламентную работу вообще по этому лифту и соответственно ремонт. Почему они берут на работу специалистов в возрасте уже запенсионной практически, да, те, которые просто не профпригодны к этой деятельности. Абсолютно, вообще. Это первый вопрос. И второй вопрос, почему мы ремонтируем то, что не подлежит ремонту. То есть ресурс лифта, как сказал даже главный инженер лифт ремонта, 25 лет. В 87 году был построен этот дом, соответственно уже более 30, практически 30 лет. Между тем специалисты утверждают, что в ситуации нет ничего из ряда вон выходящего. На многих лифтах такие вещи происходят, ну, многие как-то на это нормально относятся. Ну, здесь вот немножко, конечно, ну, наверное, от человека зависит, я понимаю, потому что действительно вот такое ощущение. Я сам сколько раз попадал на такие вещи, ну, неприятная, конечно, ситуация. Здесь никаких тросов не оборвалось. Сегодня проводится работа для того, чтобы убедиться именно, и будет дано заключение независимой организации, о его безопасной эксплуатации. И я уверен, что заключение будет положительное, нормальное. С таким положением дел жильцы дома номер 12 по улице Павлова мириться не собираются и будут добиваться замены лифта, который, по их мнению, опасен. В одном из рязанских фитнес-клубов умер 50-летний мужчина. Как выяснилось, погибший был постоянным клиентом учреждения, часто занимался спортом. Это не первый случай, когда именно на тренировках люди умирают. С чем это может быть связано и как обезопасить себя в спортзале, разбиралась Наталья Новикова. Здоровый образ жизни становится популярнее день ото дня. Мы стараемся правильно питаться, вовремя ложиться спать, ну и, конечно, заниматься спортом. Количество фитнес-центров растет в геометрической прогрессии, а гантели и тренажеры им становятся лучшими друзьями большей части человечества. Ведь здоровый и потянутый вид – это один из признаков успешного человека. И в наше время без этого уже никак. Конечно, спорт – это хорошо, и кто скажет по-другому? Мы устаем, иногда растягиваем себе связки или получаем другие незначительные травмы. И вроде бы все нормально, ведь результат в зеркале радует. А иногда идем в спортзал с плохим самочувствием или банально пренебрегаем элементарными правилами безопасности. И это тоже ничего, ведь нужно срочно похудеть или подкачать мышцы. Только вот в таких случаях ни о каком здоровье речь уже и не идет. А как показала недавняя печальная практика, и в нашем городе случаются, мягко говоря, неприятные инциденты. В одном из рязанских фитнес-клубов произошел несчастный случай. От сердечного приступа скончался мужчина. По словам очевидцев, мужчине стало плохо в тренажерном зале, он потерял сознание. Сотрудники фитнес-клуба вызвали скорую и оказали клиенту первую помощь. Как позже сообщили сотрудникам центра медики, мужчина скончался. У него не выдержало сердце. К счастью, подобные случаи все же единичны. И тем не менее, хочется напомнить рязанцам об элементарных правилах, которые нужно неукоснительно соблюдать при посещении фитнес-клуба. Во-первых, нужно сходить к доктору, убедиться действительно для себя, что вам тренировки безопасны, что вам разрешается физическая нагрузка. Какая физическая нагрузка? Это должен подобрать тренер, который специализированно занимается этим, и у него есть сертификат. И в-третьих, нужно прислушаться к своему состоянию здоровья, потому что если вы чувствуете себя не очень хорошо, то в данный момент лучше на тренировки не ходить. Конечно, важно не переусердствовать с физическими нагрузками, прислушиваться к своему организму, и что тоже немаловажно, со всей ответственностью отнестись к выбору фитнес-центра. А также помнить о том, что нет ничего зазорного в том, чтобы спросить у тренера сертификат и убедиться в его профессионализме. Каждый тренер знает, как оказать первую медицинскую помощь, то есть в зависимости от вашего состояния здоровья. То есть нужно определить, сердцем у вас плохо, или у вас давление упало, или у вас действительно перегруз, или у вас перетренировка. То есть это тренер определяет, нас этому обучают. На самом деле оказание первой медицинской помощи полезное, а порой и действительно необходимый навык, который может пригодиться любому человеку. Сотрудники центра по обучению неотложной помощи объяснили и показали наглядно алгоритм оказания первой помощи человеку, у которого остановилось сердце. Во-первых, как бы это эгоистично не звучало, нужно убедиться в собственной безопасности. Случаи бывают разные. Далее проверить, сознание ли человек, и есть ли у него дыхание. После чего незамедлительно вызвать скорую помощь по телефону 112. А далее пригодятся следующие навыки. После этого начинаем компрессии сердца. 30 компрессий сердца с глубиной 5-6 сантиметров и частота 100-120 в минуту. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Реанимацию продолжают до приезда скорой помощи, либо до полного изнеможения, либо до появления признаков жизни у пострадавшего. В общем, берегите себя, помогайте окружающим и помните, что занятия спортом должны быть в первую очередь в удовольствии. Олимпийские рекорды оставим все-таки профессиональным спортсменам. Рязанские представители Общероссийского народного фронта посетили Москву, где приняли участие в обсуждении итогов работы движения за прошедшие три года. В рязанскую делегацию вошли сопредседатели и члены регионального штаба ОНФ. Вернувшись в регион, они провели пресс-конференцию, на которой рассказали о проделанной на форуме работе и дальнейших целях Общероссийского народного фронта. Общероссийский народный фронт – это самая мощная общественная организация России. Ее возглавляет президент Владимир Путин. Он лично посетил итоговый съезд и форум действий, чтобы ответить на самые острые вопросы, волнующие региональных представителей. Вопросы были все животрепещущие. Начиная от ипотечного кредитования, в том числе землепользования, присутствовали производственные вопросы, налогообложения. Всего в работе форума приняли участие более тысячи человек. Это федеральные и региональные эксперты, активисты и народные контролеры из всех регионов страны. Работаем-то за идею, не за деньги. Это очень важно. Мы отстаиваем и решаем те проблемы, которые интересуют граждан. Самыми важными вопросами для Рязанской области стали проблемы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, качество капитального ремонта многоквартирных домов, государственной закупки, а также проблемы сохранения экологического баланса области. Пора прекратить порочную практику застроек, которые не подразумевают зону озеренения, которые необходимы, как воздух. Каждая проблема, с которой люди приходят к членам Народного фронта, должна найти свое решение. Это негласный девиз организации. В ближайшее время региональное отделение проведет встречу власти и активистов по теме утилизации коммунальных отходов и создания новых мусорных полигонов. Конкретные шаги будут продолжены и по ряду других вопросов, чтобы Рязанская область стала самой красивой, чистой и удобной для жизни. Во вторник, 29 ноября, во всех районах Рязанской области и в самой Рязани сотрудники МЧС протестируют электросирены. Проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения начнется с утра, без 15,8. Сначала будут запущены электросирены, а затем в 9 утра состоится перехват сигнала, радио и телевидение. Поскольку все это будет сделано для профилактики безопасности жизни граждан, сотрудники управления МЧС просят рязанцев отнестись к плановому тестированию с пониманием. Во время проведения тренировки и звучания электрических сирен спасатели призвали граждан сохранять спокойствие, оставаться на своих местах и не прерывать работу. К другим новостям. Вчера россияне отметили День Матери – один из самых светлых праздников. Его символ – скромная и трогательная незабудка. И каждая женщина, у которой есть дети, достойна цветов и искренних слов благодарности в этот день. Однако, кроме этого, в адрес женщин звучат и наставления. Так сотрудники регионального ГИБДД встретились с будущими мамами. Чтобы напомнить им азы безопасности при движении в автомобиле с ребенком, на встречи побывал и наш корреспондент Артем Бухвалов. Подробности в его материале. Конференц-зал 8-й клинической больницы полон. Сотрудники ГИБДД в очередной раз проводят встречу с будущими мамами и рассказывают о новых для них правилах поведения на дороге. Нам удалось ее зажечь, и у них возник интерес. Я думаю, что если процентов 10 эти знания унесет и начнет об этом думать, это будет здорово. Будущим мамам рассказали, где и как устанавливать детские кресла. Какое место в автомобиле самое безопасное. И для чего на коляску нужно клеить светоотражающую ленту. Когда вы будете сейчас покупать колясочки, обратите, пожалуйста, внимание, чтобы коляски были оборудованы световозвращающими лентами. С появлением ребенка в семье у новоиспеченных родителей появляется новый уровень ответственности. А если родители еще и управляют автомобилем, то тут ответственность становится многократной. Поэтому необходимо серьезно отнестись к безопасности на дороге. Наша с вами встреча сегодня – это не то, что каждому дали такую указку или абзац с каким-то параграфом закона или инструкцией. Наша задача – вас побудить думать. Такие встречи приносят огромную пользу. Недавно мне встретилась одна женщина, которая очень благодарила, что много лет назад была на подобных занятиях. И теперь ее ребенку уже 5 лет. И до сих пор она его перевозит правильно. И всю эту информацию она подчеркнула именно на занятиях, которые были сотрудниками госавтоинспекции, именно в стенах медицинского учреждения. Если мы достучались хотя бы до одной женщины, хотя бы до одного человека, это, наверное, уже результат. Я думаю, это действительно важно. И воспользуемся этими советами, купим много кресел хороших. И становятся хорошей традицией. 25 ноября не стало знаменитого кубинского лидера Фиделя Кастро. Команданты умер у себя на родине, на острове Свободы. Ему было 90 лет. Весь мир, так или иначе, связан с деятельностью этого революционера. И в Рязанской области также есть следы его сотрудничества с советским правительством. В 60-х годах прошлого века вождь кубинской революции Фидель Кастро договорился с лидерами СССР о том, чтобы в нашей стране обучалась группа курсантов-летчиков с острова Свободы. Молодые кубинцы были направлены в Сассовское летное училище. Будучи вдали от родины, будущие асы скучали по Кубе. И чтобы как-то приблизить ее в свободное от учебы время, занялись скульптурным делом. Они смастерили огромный памятник писателю Эрнесту Хамингуэю. Рязанская область – родина единственного в России памятника американскому писателю. Скульптура весом 6 тонн красуется при въезде в город Сассово. Эрнест Хамингуэй долгое время жил на Кубе и был одним из любимых писателей Фиделя Кастро. Командант и познакомился с Хамингуэем уже после победы революции. Но произведения писателя он знал задолго до этого. Например, книгу «По ком звонит колокол» Кастро прочитал еще в университете. Там говорилось об отряде партизан. В одном из интервью командант и признался, что это произведение Хамингуэя, как и некоторые другие, помогло ему разработать тактику военных действий против войск Батисты, чей режим в итоге был свергнут. После революции Фидель Кастро стал любимым предводителем кубинцев. Занимал верховный пост на протяжении полувека. Десять лет назад свои полномочия командант и передал родному брату Раулю Кастро. Он и возглавляет сейчас остров свободы. В связи со смертью Фиделя Кастро на Кубе объявлен девятидневный национальный траур. По всему миру, в том числе и в России, люди выражают соболезнования кубинскому народу. А к посольствам Кубы граждане приносят цветы. Сегодняшний день принес Рязани большое количество осадков. Из-за плюсовой температуры воздуха снег во многих местах растаял. Однако ближе к ночи синоптики прогнозируют наступление настоящей зимы. По крайней мере, об этом будет свидетельствовать температура воздуха. Несомненно, мороз в 10 градусов приведет к гололедице на дорогах города и обледенению на тротуарах. В связи с этим сотрудники МЧС призывают рязанцев к бдительности. О подробнее погоде расскажет Наталья Новикова. Зима уже больше месяца тренирует жителей нашего региона. Были и сильные снегопады, и ледяной дождь, и гололедица нехарактерной осени. А вот календарная зима в Рязани начнется с погоды, свойственной сезону. На начавшейся неделе на территории Рязанской области ожидается преимущественно циклонический характер погоды. Уже сегодня вечером заметно похолодает, и дневной плюс перейдет в ощутимый ночной минус. 29 ноября территория нашей области будет находиться в тыловой части циклона, смещающегося на Урал. При прохождении холодного атмосферного фронта ожидается небольшой, местами умеренный снег. Днем небольшой снег пройдет лишь местами. На дорогах гололедица. В связи с вторжением холодной и арктической воздушной массы ожидается резкое понижение температуры воздуха. И ночью, и днем температура ожидается в пределах минус 6-11 градусов. 30 ноября характер погоды существенно не изменится. Рязанцев ожидает небольшой снег и в пределах 9-14 градусов мороза ночью, минус 6-11 днем. А в начале календарной зимы погоду будет определять очередной циклон со Скандинавией и его атмосферной фронты. С 1 по 3 декабря ожидается небольшой снег, а вот морозы начнут ослабевать. 1 декабря ожидается ночью минус 9, минус 14, днем минус 3, минус 8. 2-3 декабря ночью минус 5, минус 10, днем уже минус 1, минус 6. Существенно не изменится погода и в предстоящие выходные, и в начале следующей недели. В общем, начало зимы обещают быть в лучших традициях снежным, но не сильно морозным. На данный момент это все. Следите за новостями на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь и желаю вам отличного настроения и крепкого здоровья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok